Коррупция, как социальное явление, уходит своими корнями вглубь веков, так же, как и борьба с этой болезнью общества. 16 ноября прошло мероприятие «Вместе против коррупции», которое подготовили сотрудники Центральной библиотеки. На встрече присутствовали глава города Андрей Шубин, начальник отдела по профилактике коррупции аппарата областной администрации Денис Жезлов, председатель горсовета Владимир Блохин, представители молодежного совета, правоохранительных органов, общественных организаций, ученики выпускных классов и их преподаватели. Сотрудники библиотеки подготовили видеолектории на примерах коррупции, взяточничества, ченопочитаний и казнократства в экранизациях классики отечественного кино. Также они организовали выставку, которая включала в себя литературу на эту тему, собранную в несколько разделов. Лектор отметил, что по данным опросов среди россиян, три четверти отмечают высокий или очень высокий уровень распространения коррупции в обществе. Девятнадцать отмечают средний, один процент находит его низким. И никто не сказал, что коррупции нет. Специалист по профилактике коррупции в нашей области ответил. По уровню коррупции Смоленская область, по данным правоохранительных органов, сейчас за 16-й год, сейчас пока нет, за 16-й год, находится на первом месте по числу снижения коррупционных правонарушений в Центральном и Федеральном округе. Глава города Андрей Шубец сказал, что в Десногорске тоже ведется работа по профилактике коррупции. На территории города Десногорск у нас действует наша муниципальная комиссия по антикоррупционным делам. Мы, соответственно, тесно работаем с правоохранительными органами, это с органами внутренних дел, прокуратурой, следственным комитетом, налоговыми органами, потому что профилактика всех вот этих коррупционных проявлений, то сказать, зародыша, да, оно дает определенный эффект. И, допустим, если мы берем наш муниципалитет, он тоже в 17-м году, начиная с апреля месяца, провели очень большую пробелную работу не только в администрации, а и посредством наших подчиненных учреждений и предприятий. Я, конечно, сейчас не буду рассказывать, что мы там сделали, да, но, тем не менее, определенный эффект от этой велосипедности, он есть. Школьники активно вступили в диалог и проявили большой интерес к этой теме. Сейчас они, естественно, много знают. Знают про громкие коррупционные скандалы, которые происходят в стране. Естественно, они что-то понимают, они слышат, как об этом разговаривают родители. И поэтому, да, я считаю, что они сейчас намного более подкованы, чем, допустим, десятилетия назад, их же ровесники. Хочется верить все-таки, что люди, которые послушав это, поймут, да, что прежде всего к самим себе надо обратиться и понимать, что коррупция и зло в любом проявлении. Не важно, даешь ты там 500 рублей, да, милиционеру по столу или 5000 долларов, да, для какой-нибудь там бизнес-контракта, для того, чтобы подтвердили какую-нибудь бизнес-сделку, да. Вот я надеюсь, что это будет хорошим уроком. Знание поздравлению социального и морального климата в нашем обществе нужно прививать будущим гражданам со школьной скамьи.